Привет, друзья! Сегодня у нас очередная посылка из китайского Кошвы Дилпрома с Алиэкспрессом. Внутри должна быть женская сумка, стилизированная под крокодилью кожу. На самом деле это будет воловья или бычья кожа, коровья на кроняк. Ну, посмотрим, как оно будет выглядеть внутри. Стоимостью около 1700 рублей, по-моему, или 1800, точно не помню. Ссылку оставлю под видео в описании. Так, аккуратно вскрываем, чтобы не повредить то, что у нас внутри. Так, вроде бы получилось. Так, ну, внутри пусто, пусто-пусто. Так, значит, уже радует, что в каком-то мешочке, ну, вот такой вот мешочек, да. Ну, ничего. Так, ну, что хочу сказать. В принципе, вот по боковым частям можно сказать, что это однозначно кожа. Вот такая вот красивая рожица молодого крокодила или аллигатора, сделанная под прессом. Здесь один шовчик соединительный, второй шовчик соединительный. Как бы на самой картинке, расположенной в магазине продавца, эти швы еле заметны. Хотя я обратил внимание, что, скорее всего, не будут. Ну, и посередине. Текстура очень мне нравится. Реально такая фактурная вещь. Блин. Сразу захотелось и себе такую. Так, что внутри? Ремешок кожаный. Ну, кто смотрел обзор на предыдущую сумку, Ну, блин. Хотел похвалить, называется. Сейчас, подождите. Вскрою. Так, аккуратненько. Хотел похвалить, не получилось. Так, ну, ремешок кожаный. Снизу сделанный подкладкой из полиуретана. Какого-то. Я так понимаю, что полиуретан. Минус. Ну, в принципе, не сильно большой, но минус. Что именно склеено было таким образом, что прилипло кожа к коже. Возможно, чем-то покрыто было. Но я не думаю, что это как-то будет заметно. Потому что, видите, уже под действием пальцев, оно уже куда-то пропадает. Да, оно стирается. Возможно, это просто лак. Возможно, я просто испугался. Ставьте лайк, кто тоже испугался вместе с мной. Ну, что хочу сказать. Очень даже неплохой ремешок. Очень длинный. Так, ну, неплохие карабинчики. Такие, женственные. Не скажу, что супер бомбические какие-то. Кто смотрел обзор прошлой сумки, когда я пришла с Алиэкспресса, тут видел какие-то там хорошие, добротные карабины. Ну, это тоже неплохие. Так, тут заявлен был один карман. В принципе, он тут один и есть. Она сильно так уж не раскрывается. Эта сумка. Так, внутри китайский воздух. Мы дышать не будем. Так, ну, надеюсь, видно, что сама по себе сумка небольшая. Трой кармашек сверху. Да, это кожа. Отсюда видно. Возможно, это какая-то выделанная либо замша. Ну, небольшой карманчик. Сюда телефон, конечно, не влезет. Возможно, какой-то кошелек небольшой. Давайте, не знаю. Померить этот карман. Такой вот он. 12... 12 сантиметров. Не знаю, видно, не видно. Получается, 12 сантиметров от шива до шива. Ну, честных 11 будет. И в глубину... И в глубину 10. Нет, вру. Не 10, в глубину честных 9. 9 сантиметров. Так, значит, сама сумка у нас 26 сантиметров ширина. Высота 17 сантиметров. Ну, и по дну, честных, можно сказать... Ну, пускай будет 10-10 с половиной сантиметров. Ну, да, скажем так. Вещица такая удивила меня. Я не ожидал, что с Алиэкспресса придет такая вещь. Ну, даже я бы не сказал бы, что это какой-то странный, страшный запах. Ну, по всей видимости, кожа. Я не знаю, придраться не могу, если вдруг в процессе эксплуатации выяснится что-то другое. Но вот характерные трещинки, все, знаете, как у такой вот воловьи кожи. Ну, хотя же смогут поделать все что угодно. Но вдруг, если что-то выяснится, я, как обычно, напишу под видео. Задавайте вопросы в комментариях. Так, скажем так, довольно-таки хорошая вещь за свои деньги. Давайте еще на всякий пожарный измерим ремень. Вернее, его длину. Так, ну, 50 сантиметров умножайте на 2. Это будет метр. И плюс еще небольшой запасик. Где-то 10 сантиметров. Кстати, этот ремень намного добротнее сделал. Всего лишь, насколько я могу видеть, вот один шов. И вот второй шов на самом кончике. В принципе, строчка неплохая. Ну, как обычно, кому это видео понравилось и было чем-то, полезным, ставим лайк, подписывайся на канал. Все ссылки на то, что я покупаю на Али, будут в описании. Так что, переходи, приобретай. А всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok